МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. Сегодня выпуски. Выжить после наезда автомашины еще полбеды. Главное потом восстановиться. Жительница Караганды обвиняет врачей в халатности. Из-за них она до сих пор хромает, утверждает женщина. Сотни новых рабочих мест планируется создать на новом ферросплавном заводе. В карагандинском регионе будет построено новое производство. Его общая стоимость свыше 34 миллиардов тенге. Цветы и подарки самым лучшим представительницам прекрасного пола. В карагандинском городском Акимате чествовали женщин. В городе проходят мероприятия, посвященные 8 марта. Жительница города обвиняет врачей в халатности. Женщина, которая попала под машину, перенесла операцию на ноге. Но ее состояние не улучшилось. Помимо неудачной операции, женщину возмутила и работа рентгенолога, который полгода не замечал неправильно сросшиеся кости. В результате пострадавшей пришлось лечь под нож еще раз. Судебная тяжба по этому делу продолжается до сих пор. Бибигуль Кадырбекова не может рассказывать о случившемся без слез. Череда неудач в жизни Бибигуль началась несколько лет назад. Сначала женщину сбила машина. Потом последовали безрезультатные операции на ноге. А сейчас женщина обивает пороги судов, чтобы наказать рентгенолога и хирурга областного медицинского центра. По истечении шести месяцев после операции, ноющие боли так и не прекратились. И Бибигуль была вынуждена обратиться за помощью к специалистам клиники имени Макожанова, где врачи сообщили о неправильном росте костей и настоятельно порекомендовали лечь под нож еще раз. Теперь женщина обвиняет предыдущих врачей в халатности, из-за которой ей пришлось прооперироваться не один раз. Из-за халатного отношения врачей и неправильного лечения я страдаю до сих пор. Мне приходится посещать эндокринолога, травматолога и невропатолога. После второй операции мое состояние резко ухудшилось. Если бы первая операция прошла хорошо, я бы не оказалась на операционном столе еще раз. Я и в Астану ездила пять раз для проведения экспертиз. Я не могу должным образом заботиться о своих детях. Вся моя жизнь пошла под откос из-за этой операции. По иску Бибигуль Кадарбековой было начато дело и проведены многочисленные экспертизы. Однако результаты экспертиз не сходятся. На первом заседании суда хирурга признали виновным, а рентгенолога оправдали. Хирург, не согласно с подобным вердиктом, обратился в апелляционный суд. Супруг Бибигуль утверждает, что ни врач, ни администрация областного медицинского центра не принесли извинений, а наоборот обвинили пару в том, что они препятствуют рабочему процессу. Они смеют говорить в зале суда, что мы мешаем рабочему процессу. Директор областного медицинского центра заявил, что мы уже пять лет не даем покоя его врачам. Обвиняет нас самих вместо того, чтобы просить прощения. Получается, мы виноваты. Мы столько раз были в Астане, все столичные врачи подтвердили, что все проблемы со здоровьем моей супруги начались из-за неправильного лечения. Но суд обвинил лишь одного врача. Не знаю, сможем ли мы доказать вину обоих. На заседании апелляционного суда адвокат обвиняемый пояснил, что операция проходила очень сложно из-за сильной травмы пациентки. Проведение второй операции было необходимостью, заявляет адвокат. При таких тяжелых травмах невозможно отделаться лишь одной операцией. Также правозащитник отметил, что в результатах экспертизы имеются заключения, подтверждающие невиновность врача. Но, по словам адвоката, суд не берет их во внимание. Действия врача, травматолога и врача на уровне стационарного лечения практически правильны. Соответствуют протоколу стандарта оказания медицинских услуг при переломе костей. Во время оперативного лечения перелома от 27 до 13 года не был полностью репоминовым сопоставлено клонившись и сместившись от лома, что, согласно литературным данным, является тактической ошибкой лечения. Поскольку привело мышчинка левого большинства в гости, причинено потерпевшим 3 ДТП, а не при лечении в стационаре с 12 декабря 2013 года до 10 декабря 2013 года. Областной суд оставил решение районного суда без изменений. Единственным виновным во всей ситуации был признан травматолог. Потерпевшей была отказана в получении 500 тысяч тенге в качестве морального ущерба. Бибигулька Дорбекова с решением суди не согласна. Она намерена и дальше отстаивать свою позицию и обращаться в вышестоящие инстанции. Тожан Лянова, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинском регионе будет построен новый ферросплавный завод. На это будет потрачено свыше 34 миллиардов тенге. И этой суммой большую часть выделит Банк развития Казахстана. Об этом на брифинге сообщил председатель правления банка Булат Джамишев. 24 миллиарда тенге выделит Банк развития Казахстана на строительство нового ферросплавного завода в Карагандинском регионе. Средства будут предоставлены в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития. Банковские деньги будут направлены на приобретение различного строительно-монтажного оборудования. Первую очередь завода, производственной мощностью 96 тысяч тонн в год, планируется ввести в строй уже в первой половине следующего года. Программа ГПР, она финансируется за счет софинансирования банка со стороны республиканского бюджета. То есть мы 50% на эту программу получаем из бюджета, 50% привлекаем с рынка по рыночной стоимости, ну и средняя микшированная стоимость этого фондирования, собственно, определяет стоимость нашего займа. Завод будет выпускать ферросилиций. Это сплав железа и кремния, используемый для выплавки различных видов стали. Основной объем продукции планируют поставлять на экспорт. По мнению одного из руководителей проекта, Ерлана Нигматулина, запланированный годовой объем производства выведет Казахстан в топ-9 крупнейших мировых производителей ферросилиция. Еще один немаловажный факт – новое производство позволит создать новые рабочие места уже в процессе строительства. Прежде всего хочу отметить, что во время строительства будет создано полторы тысячи рабочих мест. Рабочая сила будет привлекаться на все строительно-монтажные работы. И после запуска завода будет создано в объеме 550 рабочих мест. И мы планируем также произвести за время строительства обучение из числа жителей Карагандинской области на ферросплавных заводах мирового уровня. Увеличение мировых темпов строительства ведет к большому спросу на ферросплавы, в том числе и на ферросилициум. Строительство нового ферросплавного завода обойдется в 34 миллиарда 150 миллионов тенге. Андрей Дэн, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Первая в этом году сельскохозяйственная ярмарка прошла в Караганде. Фермерские предприятия со всех районов области представили свою продукцию. В общей сложности было реализовано свыше 40 тонн мяса, овощей и молочной продукции. Живые тюльпаны в преддверии 8 марта и наурыза. Карагандинские предприниматели необычно подошли к организации традиционной сельскохозяйственной ярмарки. Фермеры практически со всей области собрались на территорию продовольственного супермаркета Сарарка, чтобы порадовать карагандинцев своей продукцией. К примеру, животноводы у штубинского сельского округа привезли свою молочку. Привезли свою продукцию молочным. 100 литров молока, 200 килограмм творога и 100 килограмм сметаны. Всего 45 тонн различной продукции местных перерабатывающих предприятий было реализовано на сельскохозяйственной ярмарке. В том числе мясной продукции свыше 20 тонн, молочной продукции и овощей. Карагандинские фермеры порадовали посетителей не только богатством выбора, но и доступными ценами. Жители шахтерской столицы были приятно удивлены. Ну, прошли по всем продуктам. Кое-что купили, вот мясо купили дешевое. Смотрим, сухофрукты всякие тоже. И очень благодарны. То, что ярмарка внутри, в тепле, не морозимся. Хорошие очень продавцы, вежливые такие. Следующая сельскохозяйственная ярмарка запланирована аккурат под праздник Наурыз. Здесь же с 17 марта карагандинцы вновь смогут приобрести мясо, молочную продукцию и овощи по доступным ценам. Андрей Тенцерге, Высокосов Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. В Акимате города состоялся прием в честь прекрасной половины человечества. Аким Карагандин, Урлана Убакиров наградил подарками женщин, которые внесли значимый вклад в развитие общества. Канун главного весеннего праздника, который год подряд ознаменован важным событием. Аким города поздравляет самых активных и успешных женщин, которые своим трудом вносят неизмеримый вклад в общество. В этом году в преддверии Международного женского дня 30 прекрасных дам услышали поздравления из уст Акима Караганды Нурлана Убакирова. В своей поздравительной речи градоначальник отметил значимость женщин в современном социуме. В современном мире уже невозможно представить без женщины общественно-политическую и деловую жизнь. Поэтому все наши достижения и успехи – это прежде всего ваша заслуга, уважаемые наши женщины, матери. В этот день чествовали многодетных матерей, наградив их серебряными и золотыми подвесками. Также высоко оценили работу медиков, представительниц правоохранительных органов и педагогов. Мероприятие озарило улыбками лица всех присутствующих. Как отметили сами женщины, самая лучшая награда – это осознание того, что твой труд важен и нужен. Я испытываю огромную радость, присутствуя на этом торжественном приеме. Это очень важное мероприятие как для меня, так и для всех остальных женщин, которые собрались здесь в канун прекрасного праздника. У всех нас поднялось настроение. Ведь всегда приятно слышать похвалу в твой адрес и знать, что твою работу ценят. В числе приглашенных на приеме Акима города присутствовала и финансовый директор телекомпании «Первый Карагандинский» Жанариса. Хорошо, что есть такой день, посвященный женщинам, посвященный матерям. Всех девочек, мам, бабушек, жен, сестер. Всех поздравляю с этим праздником. В ходе мероприятия для гостей выступали танцевальные ансамбли, оркестры и маленькие дети, которые порадовали женщин стихотворениями и зажигательными танцами. Дамам вручили не только подарки и цветы, но и памятные фотографии, чтобы они служили напоминанием о торжественном приеме. Тожан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, «Первый Карагандинский». 29 кандидатов на место депутатов Маслихатов вместо выбывших зарегистрировано в избирательной комиссии. В среднем на один депутатский мандат претендуют три кандидата. Итоги подготовки к предстоящим выборам озвучил председатель областной избирательной комиссии Ергарай Маганбетов. 25 марта в Карагандинской области пройдут выборы депутатов Маслихатов всех уровней вместо выбывших. В ходе избирательной кампании было выдвинуто 30 кандидатов. Один кандидат не зарегистрирован из-за того, что не предоставил вовремя необходимые документы. Таким образом, в выборах будут участвовать 29 кандидатов. В числе выдвинутых кандидатов в депутаты Маслихатов вместе в выбывших это 76% составляет мужчины и 24% составляет женщины. Членами политических партий Республики Казахстан являются 31% кандидатов, а 69% это беспартийные. Среди выдвинутых кандидатов вместе в выбывших депутатов Маслихатов представители 4 национальностей, средний возраст кандидатов 40 лет, 83% кандидатов имеют высшее образование, 17% среднее специальное образование. С 28 февраля кандидаты приступили к предвыборной агитации. В обл. избиркоме отметили, что каждому участнику гарантированы равные условия для ведения агитационной работы. С 10 марта избиратели смогут ознакомиться с утвержденными списками в помещениях участковых избирательных комиссий. Мирамгуль Салкимбаева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Карагандинские школьники продолжают совершенствовать свои исследовательские навыки. В средней школе номер 23 состоялся 8-й городской фестиваль исследовательских проектов «Алгарлар-2018». Фестиваль прошел в рамках реализации программы «Рухан и Жангру». Роботов, умеющих играть в футбол, представили одни из участников 8-го городского фестиваля лучших исследовательских проектов. Управляются роботы через специальное приложение для смартфона. Учащиеся инновационных, экспериментальных, а также общеобразовательных организаций образования Караганды собрались вместе, чтобы представить свои лучшие проекты. Организаторы отмечают, что целью фестиваля стало выявление способностей и навыков исследовательской работы школьников, поддержка молодежных инициатив. Конечно, необходимо отметить, что данный фестиваль способствует развитию школьников умений анализировать, сравнивать, находить и правильно работать с той или иной информацией. А также дает возможность ребятам сравнить свои возможности с возможностью других сверстников. Фестиваль проводится 8-й год подряд и каждый раз количество участников растет, отмечают организаторы. В этот раз собрались 67 команд, представляющих каждое свое учебное заведение. В финал конкурса прошло 32 команды. Среди них и Диана Джасымбекова, которая представила социально-экологический проект «Мой школьный двор». Она представила сразу несколько новаторских идей. На нашей территории обладает солончак. И из-за этого развитие цветочных культур затруднено. И выходом из этой ситуации были создания наземных форм в виде арабесок. То есть их можно было располагать на любой территории, даже заасфальтированной. Мы достигли поставленной цели и смогли облагородить наш школьный участок. Даже при наличии солончаковой почвы и строительного камня в земле. В рамках фестиваля школьники презентовали различные исследовательские проекты, которые разрабатывались совместно с учителями. Защита проектов состоялась в секциях, посвященных разным наукам. Таким как математика и физика, история и этнокультура, химия и экология и другие. Все участники городского фестиваля награждены дипломами и сертификатами отдела образования Караганды. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области проводятся мероприятия в рамках месячника по борьбе с туберкулезом. Студенты Карагандинского медицинского университета креативно подошли к этой теме. В одном из торговых центров Караганды будущие врачи организовали театрализованное представление. Только всеобщими усилиями возможно победить туберкулез – одну из страшных болезней. Веками туберкулез убивал тысячи человек ежемесячно. За последние сто лет медицина значительно продвинулась вперед, в том числе и в борьбе с туберкулезом. Но и сегодня это заболевание представляет серьезную опасность. Как нельзя лучше это понимают студенты медицинского университета – побудить карагандинцев ответственно относиться к своему здоровью. Будущие врачи решили наглядно показать, что произойдет, если не лечить туберкулез. Основной метод диагностики туберкулеза – флюорография. Медики советуют проходить эту процедуру раз в год. А для удобства работает передвижной флюорограф. В этот день каждый житель города мог пройти экспресс-обследование. Основной задачей программы «Защитить себя от туберкулеза» является информирование с населения о мерах личной и общественной профилактики туберкулеза, о первых признаках заболеваемости, об опасных и тяжких последствиях заражения туберкулеза, о необхазительности обязательного проведения профосмотра, а также воспитание солидарной ответственности за здоровье. Основной целью является мероприятие этого месяца, направленное на информирование и профилактику среди населения. Врачи-фтизиатры отмечают, что своевременное обращение к медицинским специалистам позволяет излечить туберкулез. Благодаря проводимой работе в последние годы в Казахстане удалось снизить рост заболеваемости и смертности. Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается ежегодно 24 марта. Мирамгуль Салкинбаева, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Известный поэт Багдад Мубарак презентовал общественности новый сборник стихотворений. Книга под названием «Алтен Крек» стала второй в творчестве поэта. На презентации сборника собрались студенты, писатели и общественные деятели. Путь с Багдадом Мубараком поэзии был долгим. Прежде чем выпустить свой первый сборник стихотворений, поэт много лет трудился на местных каналах, газетах и радиостанциях. В 2009 году Багдад Мубарак предстал перед общественностью в другом амплуа, выпустив свой первый сборник, который тепло принял народ. Девять лет спустя в свет вышел и второй сборник поэта. Автор отмечает, к работе над книгой он подошел со всей ответственностью. Я чувствовал огромную ответственность перед народом во время написания второй книги. Тщательно подошел к выбору стихотворений, стараясь представить вниманию людей только самые лучшие стихи. В этом году мне исполняется 40 лет, поэтому для меня презентация моего нового сборника – это своего рода отчет перед людьми, которые следят за моим творчеством. Поздравить Багдад Мубарака с выходом второго сборника пришли именитые писатели и все те, кому небезразлична современная поэзия. Среди почетных гостей был и видный представитель научного сообщества, обладатель звания «Выдающийся человек 20-го столетия» Тимиргалик Укитаев. В своей поздравительной речи он выразил восхищение стихами Багдата Мубарака, а также отметил, что поэзия стоит намного выше столь любимого им предмета физика. Ведь физике можно научиться, а поэт – это призвание и дар от рождения. Я говорил это неоднократно и повторюсь снова. Поэтами не становятся, ими рождаются. Если бы в седьмом классе Багдад усиленно занимался физикой, то сейчас он бы вершил открытие в науке. Но если меня сейчас попросят написать пару строк, я этого точно не смогу сделать. Поэт – это прежде всего призвание. Это талант от Бога. Я читаю немногих современников, но Багдад входит в их число. В сборнике под названием «Алтен Курек» поэт представил вниманию читателя более 80 стихотворений. Некоторые из них Багдад Мубарак прочитал на мероприятии. Книга вышла тиражом в тысячу экземпляров. Многие из них розданы в библиотеке города, чтобы каждый желающий мог ознакомиться с творчеством поэта. Торжан Лянова, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Амансово Волгстер. Редактор субтитров А.Семкин